Я хочу поговорить об одной пятней пороке, которая сегодня присутствует в Церкви. И притом немаленькая. Это обиды. Как положил Бог на сердце, что надо покаяться к тем, которые обижены. И вот мне хочется поговорить, как на это смотрит Господь, когда человек не прощает. Вы все помните эту притчу, когда про Царя говорил Господь Иисус. Что один раб просил у него простить долг, он простил ему. Но тут же тот раб не простил другого. Своему ближнему. Помните все это. И говорится, и разгневался Государь его, отдал его истязателям. Пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами. Если не простит каждый из вас от сердца своего, брата своему, согрешение его. Не знаю, как для кого, для меня это очень серьезное предупреждение. Мы имеем его от самого Господа. Какая опасность оказаться непрощенным Господом. В случае, если сам не прощаешь. Если сам живешь в этом грехе, потому что это грех. Если мы имеем должников, будучи сами должниками у Господа, как, по-вашему, должен Господь к нам относиться? То есть, если вы имеете должников в своем сердце, то перед Господом, в Его сердце, вы должники. Мы с вами изучаем Ветхий Завет. Вы знаете, сколько мы учимся, те, которые учатся. Сколько великолепных примеров там для нас. Образов. Вот в каждом я вижу для сегодняшнего времени образ. И даже то, что в Ветхом Завете Господь учил прощать. Он хотел, чтобы в Его народе существовало понятие простить долги. И что самое интересное, прощение должно быть провозглашено перед Господом. Много раз человек говорит, да, я простил его, там ее не важно. Я простил. Но на самом деле не простил. Он не провозгласил перед Господом прощение так, чтобы оно вышло из сердца. Я прочитаю вам из Ветхого Завета, Второзаконие 15.2. Там говорится, прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего. Ибо провозглашено прощение ради Господа. Не ради своего эгоизма, не ради чего-то другого, ради Господа. Вот уже в Ветхом Завете он учил, прощайте ради Господа. И если прощение было право, сглашено ради Господа, уже не взыскивается. С того, кому простили. Но мы, к сожалению, встречаем обратную картину. Что человек думает, что он простил, но на самом деле нет прощения. Можно ли простить долг, если ты его напоминаешь? Время от времени взыскиваешь его, время от времени упрекаешь за него. А если еще и носишь сердце, нету прощения. Я хочу сравнить, чтобы вы поняли. Можно это сравнить с Векселем. Вот Вексель, он документ. О том, что ты дал взаймы кому-то. И что он обязан тебе выплатить. Спустя какое-то время, он твой должник. Если он не будет выплачивать, ты принедешь его к судье. Если он не платит, ты его берешь в суде. У тебя, вот, Вексель, наличие. Свидетельствует, что человек тебе должен. Тот, кто желает простить этот долг. И говорит, знаешь, я тебя прощаю, но Вексель я положу в сейф. Кто бы из вас поверил, что человек простил вам долг? Я бы не поверила. Я бы жила опять тревожно. Потому что не знаешь, когда этот человек этот Вексель достанет, ты скажешь, а вот ты мне должен. Правда? Если человек действительно хочет просить, вот, правильно, галочка. Он на твоих глазах порвет этот Вексель. И тогда он никогда тебе его не предъявит. Даже если он будет с тобой в ссоре, он не сможет предъявить. Нету. Понимаете? Никогда не предъявит на суде. Но если обладатель Векселя припрятал его, то жди. В любой момент он тебе его предоставит. Это будет осуждение. Вот так очень многие хранят в своих сердцах. Но Бог запрещает такого рода прощения. Еще в Ветхом Завете Он это сказал. Он установил седьмой день для прощения всякого долга. Независимо от тяжести, от количества, от размеров. И Новый Завет говорит о том, что мы вошли в седьмой день, в день покоя. Не знаю, все ли мы вошли, но вошли. Те, которые вошли в седьмой день покоя, они должны войти с чистым сердцем. Так или не так? Невозможно. В седьмом дне покоя обязаны были отпустить всех должников. Так или не так? Седьмой год это все. Какой бы долг он не имел, он уже не имеет долга, потому что седьмой год пришел. Все, год прощения. И если мы хотим войти в седьмой день покоя, то вы знаете, с должниками в седьмой день покоя никто не войдет. Туда входят только те, которые простили долги во имя Господа. А те, которые держат своих братьев или сестер в должниках, в рабстве, в обвинениях, в непрощениях, они не в седьмом дне. Не в седьмом дне. Евреям 4.3 говорится, А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал. Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. То есть нам предложено войти в этот покой, в покой Божий. И жить в свободе, в покое. Мы свободны и освободим тех, которых мы связали непрощением. Вы понимаете, как интересно сказано. Иисус, Иисус сказал, Матфея 6.12 И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это молитва с условием. Прости нам так, как мы простили. Или же не прости нам, потому что мы не прощаем. Это с условием молитвы. И ее оставил нам Иисус Христос. На основании нашего прощения прощаются нам долги. Те, которые не простили, а остаются непрощенными. Это очень серьезно. Подумайте над этим. Это очень серьезно. Каждый человек является должником у Бога. Запомните это. Кто из вас может сказать, я Богу ничего не должен? Кто? Поднимите руку, кто не должен Богу ничего? Кто настолько свят? Что не нуждается, чтобы он простил. Я думаю, ни один не осмелится поднять руки. Потому, раз мы ждем прощения от Бога и хотим жить в прощении, и обязаны прощать своим должникам. Так, как сказано, прощайте, тогда будете прощены. Помните, как разгневался царь? Это Иисус рассказал эту притчу. Разгневался. Ах, ты не прощаешь. А я тебе напомню все твои грехи. И что тогда отдал истязателям? Кто такие истязатели? Это бесы. И думаешь, почему у меня так плохо? Почему они присутствуют? А ты простил. Ах, не простил. А истязатели пришли. Потому что есть такая возможность у них. Появилась возможность. Написано, в тюрьму посадил. Что такое тюрьма? Вот эта душа в тюрьме. Томится. Истязается. Почему? Не прощаешь. Прости, и выйдешь на свободу. Прости, и будь свободен. И притчу Иисус сказал не просто так. А знаете, когда Он сказал, когда Петр подошел к Иисусу и стал спрашивать, а как прощать вообще? Сколько раз можно простить брату своему? Матфея 18, 21, 22. То есть должен быть лимит, знаете. Я уже хватит сколько прощал? Нету такого. Не слышали никогда? Сколько можно прощать? Я уже прощал. Все. Прощение закончилось. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Хорошее число. А восьмой раз уже все. Милость кончилась. Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз. Но до седмижды семидесяти раз. Вы знаете, Иисус назвал нереальную сумму. Он сказал, четыреста девяносто раз в сутки. И всю свою жизнь. Четыреста девяносто раз в сутки. Да я думаю, столько раз никто не успеет нас обидеть. То есть Иисус показал, дорогой, надо жить в прощении. Просто жить в прощении. Прощая. И все. Вот жить в прощении. Вы знаете, мне очень понравился, я не помню, кто это проповедовал, но мне запомнилось его слово. Может быть, даже Джон Бивер, не помню. Он говорит, когда я собирался жениться, я сразу сказал, Господь, я прощаю свою жену наперед. все ее ошибки, все, что будет сделано не так, я уже сейчас говорю, я ее прощаю. Он ступил уже в брак, прощая. Потому что нет ни одного, который не сделает ошибки. Ни одного. И вот он молодец, правильно сказал. Но я хочу показать вам в Писании, что говорится о том, как надо прощать. Много мест. Я все не перечту даже. Лука 6, 37. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и будете прощены. Марк 11, 25, 26. Это все Иисус говорил. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого? Дабы и Отец Ваш Небесный простил Вам согрешения Ваши. Если же не прощаете, то и Отец Ваш Небесный не простит Вам согрешения Ваши. Не сказал Иисус, что не будет такого, что Вам будет не обидно. Нет, мы живем на этой земле. И если заходим, обижаться можем все время, каждые три секунды. Все 490 раз. Просто ходить в обиде и все. Еще место хочу прочитать. Ефесянам 4, 29-32. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст Ваших, а только доброе, для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым Вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобою да будут удалены от Вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил Вас. Как прощать? Как Бог во Христе простил нас? То есть, когда хотите не прощать, вспомните, что Вы хотите, чтобы Вас Бог простил. Вот таким должен быть образ жизни христианина. Верующего человека это вот образ жизни. Но мы замечаем обратное, что человек имеет личных должников, личных обидчиков и хранит это. И таким образом живет вот с этим вот сердцем, тяжелым сердцем. но я хочу поговорить и о другом, что есть личные обидчики, а есть те, которые поступили против церкви. То есть, они не личные обидчики, но они поступили против Господа, против истины, против церкви, разделяли, соблазны внесли, бесчинствовали, к ним, извините, другой подход, совсем другой. Павел писал, что некоторых Бог избрал блюстителями, поставил блюстителями церкви Господней и дал им власть, чтобы они судили и свалидили блюстители, это следят за порядком церкви. Предохраняли церковь. Они вынуждены смотреть, что в церкви происходит. 1 Коринфян 5, 11-12 говорится, но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже не есть вместе, даже не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? внутренних судите? Оказывается, Иисус дал такое право не просто связывать и развязывать, как мы читаем это у Матфея 18 главе, 18 стих, но он дал еще одно право прощать и не прощать. Кому? Блюстителям. Он позвал учеников и дал им такое право. И Павел пишет, 1 Коринфянам 15-13, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Это все происходит, развращают добрые нравы, надо за этим следить. Господь сказал однажды, когда подозвал своих учеников, он сказал, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, он дунул и говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. это не относится к личным обидам. Нет, это не к личным обидам. Это касается тела Церкви, тела Христа. Это другое правило. Мы с вами можем прочитать, как Иисус объяснял Матфея 18-15-17. Он говорит, если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей, подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи Церкви. А если Церкви не послушает, то да будет тебе как язычник и мытарь. Что значит язычник и мытарь? Это значит отлучен от церкви. Потому что ни язычники, ни мытари не могли примыкать к церкви. Если не покаяться. Если перед церковью уже это согрешение, потому что не покаялся, да будет отлучен. Однажды Павел призвал присвятеров церкви в Милите, в Милите, в Ефесе. И сказал им бодрствуйте. Когда созвал присвятеров, сказал им бодрствуйте. Почему? Давайте посмотрим. Деяние 20, 28, 30. Итак, он говорит присвятерам, внимайте себе и всему стаду, то есть будьте внимательны, наблюдайте. в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей, вот как драгоценно в глазах Бога Церковь. Он приобрел ее кровью своей, если ты ее распустишь, если ты позволишь ее грабить, ты ответишь, потому что тебя поставили блюстить. Итак, ибо я знаю, он говорит, что подшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. заметили, речь не идет о личных обидах. Личные обиды мы обязаны прощать. Но хочу сказать еще одно, это относительно членства. Дано право судить, прощать или же оставлять. Конечно, с Духом Святым, иначе Церковь просто не сохранишь. Потому что будут всегда плевелы, всегда будут лютые волки. Периодически они являются. И мечту сатаны мы тоже знаем. Разодрать церковь, разделить, разграбить, уничтожить, убить, погубить. Так что надо бодрствовать. Надо смотреть за тем, чтобы этого не произошло. Не так ли? Но отлучить от церкви это не значит отлучить от спасения. Потому что это знает только Господь. Мы не судьи. Он спасется, он не спасется, это Господу. Мы отлучаем от тела, чтобы сохранить тело. От общества, которое он развращает. А дальше Бог знает. Предаем в руки Божьей. Я хочу, чтобы вы это хорошо поняли. Но вернемся к личным обидам. Это я сделала для того, чтобы вы поняли, на что имеет право церковь, и что церкви, какой порядок. А теперь вернемся к нам, как к личностям, которые имеют векселя и не хотят от них отвязаться. Хранят их в сейфах, хотя на языке у них мы простили. То есть о личных обидах. Вы знаете, где хранит человек свои обиды? В сердце. Вы только услышите в сердце. Это называется память. Память сердца такое существует. И вы представляете в сердце, в памяти есть что? Зло. Злая память. Каждый скажите сами себе. Злая память. То есть оказывается человек в своем сердечке взял кусочек отложил для зла. Не все Господу. А это для зла. Там злая память живет. Там кто живет? В злой памяти кто живет? Где сатана обитает? Там где зло. А потом человек будет говорить во мне Господь, во мне Иисус, во мне Бог. В вашей памяти есть место для дьявола. Там нет места для Бога, где есть зло. Вот почему сказано, если не простите согреши от сердца. Я не считаю, что мы имеем право иметь место для дьявола в своем сердце. Иметь место, которое называется злая память. Бог не может там находиться. Вы вытесняете этим Бога. там, где пребывает зло, Бога нет. Присутствие зла уже свидетельствует о том, что там не присутствует добро. Значит, в человеке есть такое место, куда дьявол легко заходит. Это его место, имеет право. Иисус один раз сказал, вот идет князь этого мира, и во мне не имеет ничего. А к любому может подойти, потому что имеет свое место. Свою память. Нож как толкнет, дверь и зашел. Я к себе пришел. И зло, и зло там развивается. Почему? А вы пустили, потому что вы дали ему место. Вот когда можно дать место и не дать место. Это обида, непрощение. Это все такая тьма. Это такое болото. И где в сердце? В каком сердце есть злая память? Очистите его. Очистите. Лучше заполните миром, заполните прощением, чтобы Господь мог прийти в ваши сердца. Не мимо проходить, не рядышком, не иногда посещать. А жить внутри вас. Итак, злая память это то место, в которое приходит сатана. Естественно, у злой памяти есть свой голос, и оттуда он говорит к вам, и вы уже слышите его. А скажет ли он что-то хорошее? Никогда. Он не может говорить хорошее. А если он лжет, он говорит свое. Он клеветник, он наговорщик. Запомните, что это клевета, наговор, это все его область. И это все может говорить внутри вас. В злой памяти, в этом месте, которое дали дьяволу. Те, которые копят в себе обвинения и непрощения, накапливают зло. Я уверен, что вы все не хотите этого. Уверенно, просто не задумывались. Поэтому освободитесь. Простите, отпустите. Хочется сказать, самих себя, потому что вы связаны непрощением. С кем? С духом непрощения. Понимаете, кандалы духом непрощения. Но Бог есть свет, а это тьма. Внутри такого человека тьма. Как можно думать и говорить, что в тебе Бог. Ефесянам 4, 26, 27 говорится. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не взойдет во гневе вашем и не давайте место дьяволу. Тут же прощайте. Не давайте место дьяволу. Если вы только опустите вашу обиду ниже мозга в сердце. Все. Вы дали место. Там появилась злая память. Место для дьявола. Это сказал Павел очень правильно. Не давайте место дьяволу. Прощайте и живите в мире. Понимаете? Если хотите, чтобы в вашем сердце жил Господь. Потому что Тот обязательно воспользуется. Он не упустит момента. Очень хочется чтобы в наших сердцах жил Господь. А если нет, а если впустили, тогда Лука 6 45 говорит, Господь, добрый человек из доброго сокровища своего выносит доброе. Если нет злой памяти, все заполнено добром, выносишь доброе. А злой человек из злого сокровища сердца свое выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста. Смотря у кого какая злая память. Большая и маленькая. Чем переполнен. Что он будет говорить при встрече? Ничего хорошего. Клевета, наговоры, недовольство. Чем наполнен, то и льется, мои дорогие. Поэтому лучше не иметь этого места в своем сердце. Вы знаете, такой библейский учитель Дэвид Роппер однажды рассказал очень интересную историю о прощении. Как прощение действует интересно. Этот случай произошел в 1818 году. с царем Томато из Хуахи Таиланд. Вскоре после того, как он стал христианином, обратил христианство кое ближних своих. Он узнал, что заговорщики устроили заговор против него и хотят сжечь их царя, потому что он стал христианином и тех, которые стали христианами в его царстве. Он взял своих солдат, окружил их, поймал этих заговорщиков и на следующий день устроил им пир. Посадил их, стал кормить и говорит, вот так Христос прощает нас. И вы знаете, это настолько подействовало на этих заговорщиков и так удивило этих аборигенов, что они пошли всех своих идолов, сожгли и приняли христианство. И он показал, вот так действует сила прощения. Он просил их, он говорит, я вас прощаю, а ведь мог всех их уничтожить, заговорщиков. А там, где нет прощения, какая сила действует? Отмщение. Отмщение. Да. Вот почему не простятся ему долги, потому что он прощает. Не прощает. Псалом 31, 2 говорит, блажен человек, которому Господь не внемлет, не внемет греха, греха. И в чьем духе нет лукавства. Вот блажен человек, кому Бог не внемет греха. Еще хочу место одно прочитать. Кремлянам 12, 17, 21. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Понятно, что не все захотят быть мирными, но с нашей стороны пусть будет так. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Не заполняйте свое сердце жаждой мести, злом. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его, ибо делаясь, и ты соберешь ему на голову горящие уголья. И дальше золотая строчка. не будь побежден злом, побеждай зло добром, не будь побежден злом. А как люди становятся побеждены злом? Пустили в себя обиду и побеждены злом, потому что обида это зло, и зло вошло и стало гнить внутри тебя, и в мозг, и в сердце пускает свои щупальцы, и человек уже мыслит во зле, в обиде. Не хочу, чтобы такое было с нами. Давайте покаемся. Покаемся, кто обиженный ходит. Кто ходит в обиде, покайтесь. Попросите у Бога освободить. Если сами не можете освободиться, попросите, чтобы Бог помог. Я тоже многократно боролся, и может еще не один раз придется бороться, чтобы прощать. Я хочу жить в прощении. Я хочу прощать всех. Нету такого, которому не делали больно. Нету. Но я не хочу ходить в обиде. Я не хочу иметь злую память. Не хочу, чтобы там поселялся дьявол. Мне это не надо. Я хочу прощать. Я выбираю прощать. А давайте помолимся с вами.